Итак, еще одно видео на тему углубления. Углубление в то, что же такое подсознание. Итак, у нас есть человек. Он лежит, у него есть программы эго, ум. У него есть представитель Высшее Я, у него есть душа. У него есть дух или энергоинформационное поле. Вот такой у нас человек, у него рисуется картина мира, своя картина мира. И у него в подсознании состоит из таких вот информационных блоков, да, грубо говоря. Там их много, они разбросаны, разные формы, я что-то их одинаковыми нарисовала, но неважно. И здесь в каждом есть суть, суть и энергия. Энергия. Они сокрыты тут. Это все сформировано в результате травмы и висит на установках. Установки – это программное обеспечение человека. И вот получается, когда травмирующая ситуация совпадает, начинается резонанс частотный, да, и формируется в картине мира новая ситуация. И из подсознания высвобождается ресурс энергетический. И он идет на картину мира. И оператор снимает картину мира. Но мы вчера пришли к одному очень важному моменту. И сегодня мы его еще раз рассмотрим. Дело в том, что для того, чтобы картина мира развернулась, она разворачивается через что? Через божественную искру, через сознание. Более того, сознание, сознание, оно активизирует клавиши эго и ума, когда человек находится в бессознательном состоянии. Высшее я и душа, они как-то активно остаются. А вот эти, они будут погашенными клавишами до тех пор, пока не появится сознание. И вот сознание, как искра, проскакивает. И это мы дело имеем. Это энергия. А как по-другому картину мира? Что у нас вся картина мира формируется исключительно из травм? Нет. Что у нас только травматичная картина мира? Нет. Бог не мог так создать реально, что была только травматичная картина мира. У нас есть еще один источник энергии, неиссякаемый. Это интерес. И интерес мы можем закачать сюда, в жизнь. Ха-ха. Только вот отсюда. Через человека. Через человека и через его сознание. То есть ресурсом интерес и ресурсом сознания у нас сегодня мы его не можем положить ни в тонкоматериальные объекты, никак. Если интерес, он тянет за собой открытие силового потока силы намерения, а эта сила обеспечивает приток энергии, то получается, что интересно сегодняшний день, вот на этом информационном уровне выражены единицы энергии. А сознание на этом уровне не выражено никакой энергией. Оно просто как искра проскакивает и все. И таким образом формирование картины мира, картины мира, формирование происходит естественным образом, грубо говоря, двумя вариантами. Как результат травмы или карма. Это полностью неосознаваемая картина мира. И второе – интерес. И это разные источники энергии и источники финансирования, грубо говоря, картины мира. Если это говномани, то это нормальные вебмани, да? И то, и другое снимает картину мира. Таким образом, если мы углубляемся и разжигаем в себе интерес, то травмирующих ситуаций разворачивается меньше. Если нам жизнь неинтересна, то травмирующих ситуаций разворачивается больше. В принципе, в случае, когда человек лежит в депрессии и говорит, ах, я согласен на все, что мне Бог пошлет, ну, Бог его и посылает. В принципе, в жизни так оно и есть. Остается вопрос ключевой. Не один, а несколько. Вопросов ключевых, которые надо попробовать развернуть. Первый вопрос – интерес. Интерес, его суть. Можем ли мы осознанно управлять? Управлять открытием этого интереса? Дело в том, что если мы сядем в медитацию, будем сидеть и говорить, я буду интересоваться, вот этим у меня получится. От этого внутри интерес не просыпается. То есть программа ума не включает интерес. Никак. Эго. Эго трансформирует интерес через личностные характеристики, пропускает, потому что направление движения интереса, оно, как и искра сознания, интерес идет оттуда же, откуда идет искра сознания. Он активизирует клавиши эго и ума. Но не они активизируют его, а он их активизирует. Он первичен. То есть, по сути дела, управление интересом через те инструменты, к которым мы привыкли, а мы привыкли к эго и уму, невозможно. Но интерес идет оттуда же, откуда идет искра сознания. Искра сознания. И вот уж очень интересно. Тут тогда еще одна часть вылазит. Если интерес находится, если брать, грубо говоря, информацию по слоям, как говорят суфи вуали, вот мы там открыли первую вуаль, потом открыли вторую вуаль. Сейчас мы где-то там лазим по подсознанию третьего. вуаль, да? Но на третьей вуале ни интереса, ни сознания искры, я ее звездочкой буду рисовать, здесь этого нет. То есть, они приходят вот отсюда, со следующего уровня, и нам надо найти вход в этот уровень. То есть, грубо говоря, вход на следующий информационный пласт мы можем найти через интерес, через сознание, через искру сознания, и через что мы можем войти туда. Здесь еще вылазит еще одна тема. Когда мы работаем с тяжелыми, у них полностью в этих состояниях, у высшего Я нет времени. То есть, времени высшее Я не распознает. Его можно привязывать к событиям, но оно никогда не скажет, ну, после дождичка в четверг, а то, что этот четверг каждую неделю для высшего Я вообще не имеет значения. Или мы привязываем к Рождеству. Рождество оно понимает. А скоро это Рождество, не скоро это Рождество, сколько времени будет, оно не понимает. То есть, периоды зависания у высшего Я со временем есть проблемы. То есть, я предполагаю, что где-то интерес сознания и время, они находятся, время, наверное, даже более глубоким пластом пойдет. где-то, где-то здесь будет. Потому что, потому что, ладно, не буду озвучивать почему, но время будет лежать чуть-чуть глубже еще. И таким образом получается, что, грубо говоря, для того, чтобы нам проникнуть глубже в глубины психики, да, в этот айсберг, нам надо сконцентрировать внимание и наше сознание. Мы через что можем входить? Только через концентрацию внимания и направление туда луча сознания. Другого входа у нас нет. Буравчик. И дальше только через интерес это все распаковывать. Нам надо распаковать, что такое интерес, нам надо распаковать, что такое сознание, и нам надо распаковать, что такое время, и каким образом они между собой взаимосвязаны. На этот уровень сам не войдешь. Это надо, чтобы тебя туда закинули. Надо, чтобы тебя туда закинули, и чтобы тебя оттуда достали, потому что сам как-то... Никак. В общем, господа, пока так. Будем планировать следующие эксперименты и полезем на следующий уровень, потому что пока, пока вопросов больше, чем ответов. Но это уже интересно. Но не просто так же есть интерес туда забраться. А... А...